Самый харизматичный социотип из 16. Одни им восхищаются, другие упрекают в излишнем пафосе, но уж точно могу сказать одно, равнодушным он не оставит никого. Сенсорно-этический экстраверт-иррационал Наполеон. Итак, 5 признаков того, что ты Наполеон. Если ты самый лучший социотип, значит ты Наполеон. Шутка, но с долей правды. Наполеоны реально чаще других социотипов акцентируют внимание на том, что все у них должно быть самое лучшее, самое классное, да и просто самое. Базовая волевая сенсорика и стимульная группа статус бесследно не проходят. Ну, кто-то же должен быть самым лучшим социотипом. Почему бы не Наполеон? В чем реально Наполеон лучший, так это в умении мыслить масштабно. Сами напчики в себе это редко отслеживают и отмечают, но потому что им кажется, что все же так думают. Разве нет? А вот и не все. Пока ты рассуждаешь над тем, что приготовить себе на завтрак, гречку или гренки, Наполеон думает, на каком материке открыть свой новый салон или магазин. Помню, как-то раз напочка на типировании описывала свой идеальный день. И в какой-то момент встал вопрос, куда одеть ребенка. Ответ последовал незамедлительно. Значит, я построю свой самый лучший, самый огромный торговый центр и в нем весь этаж выделю под детскую комнату, где мой ребенок будет играть с самыми лучшими игрушками. Наполеон это Кент Кенто. Один напчик себя так назвал однажды во время интервью и прижилось. У Наполеона реально много связей, контактов, знакомств и своих людей в разных сферах жизни. На самом деле у любого человека их может быть много, просто Наполеоны чаще других об этом рассказывают, акцентируют на этом внимание. Если есть вариант порешать все через людей, через так называемые рукопожатия, Наполеон выберет именно этот вариант. А его харизма неизбежно располагает к себе других людей, просто не оставляя шансов. Наполеон в силу сильной этики отношений неизбежно задается вопросами своих чувств, ощущений, состояний, мотивов поступка и тут же сталкивается с трудностями, связанными, во-первых, с болевой структурной логикой, во-вторых, с сильной экстраверсией. Рефлексировать вроде хочется, но не можется, слишком уж экстравертное внимание волевого сенсорика направлено вовне, на внешний мир, на других людей. Зачастую Наполеон выбирает из двух самых популярных сценариев. В первом он сам идет в психологию, чтобы, так сказать, вот изнутри, с чувством, с толком, с расстановкой разобраться во всех этих делах, в том числе и в себе. Но очень часто по итогу обнаруживает себя уже в роли коуча-мотиватора, который пушит других. Второй сценарий доверится профессионалу, по рекомендации, разумеется, кентов. Именно Наполеон и чаще других социотипов заказывают консультацию с запросом в стиле «Расскажи мне вот сейчас все быстро обо мне понятным простым языком, ибо нет времени, силы и терпения сидеть и скрипулезно самому вчитываться в научные мемуары, а вдруг кто-то прямо сейчас покушается на мое пространство, а я не замечаю». Если уж вы как специалист понравились Наполеону, будьте уверены, он приведет к вам еще всю свою семью и семью семьи. Это тоже своего рода некое влияние воздействия на других, да, то есть ты значим в их жизни, ты вот им порекомендовал классного специалиста, соционика, например. Отсюда вытекает еще одна яркая характеристика Наполеона. Оценка себя строится на основе оценок других. Если ты уже потянулся к клавиатуре писать, что у всех вообще-то так, не спеши. Из-за слабой рефлексии, смотри пункт 3, Наполеону куда проще положиться на мнение других людей о себе, понятное дело, проверенных людей из своего окружения. Именно от напчиков чаще всего приходит фидбэк после типирования в стиле «Я выслал описание своему психологу, своим подругам, своему мужу, сестре, жене и так далее». Они сказали, что «Да, это я, все про меня, все подходит, 100% спасибо». Опять же, в силу базовой волевой сенсорики и направленности внимания вовне, доверие к этому внешнему куда больше, чем к собственной рефлексии. Наверняка вы часто слышите от интуитов времени, как они чувствуют время. Это зачастую сложно передать словами, но ты просто ощущаешь, как время утекает сквозь пальцы, малейшие его колебания, волнения, перемены, все это как будто бы висит в воздухе. У волевых сенсориков примерно так же происходит с пространством. «Если внимание других направлено на меня, значит я контролирую пространство, я овладеваю им». Любимая, кстати, словечко тоже Наполеона. «Быть в центре внимания» — это не об эгоистическом самолюбовании, это о том, чтобы контролировать пространство вокруг себя. Отсюда и распространенные шуточки про корону, про самомнение, которое заходит в комнату первым, а за ним уже заходит Наполеон. Тут нечего стыдиться, своим вниманием вы расширяете пространство Наполеона. А кому как не волевым сенсориком контролировать то самое пространство? Круто поверните направо. Так что, уважаемые Наполеоны, никого не слушайте, будьте собой, а мы с радостью будем расширять ваше пространство. Заходите ко мне в Инстаграм, подписывайтесь, там еще много смешных мемчиков и примеров реальных Наполеонов с рецептами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова